Мы приехали в Новороссийский район, не просто так. Мы приехали, чтобы собирать кизил в то место, где мы уже знаем, что он есть. И пока ехали дорогой, тоже увидели, что уже местные жители его продают. А как мы узнали, что пришло время, когда созрел кизил, а мы просто в Крыму увидели, что на ярмарке он уже продается. И спросили, у вас какой, садовый или лесной? И они сказали, что уже созрел и садовый, и лесной. Поэтому мы берем все по ведерку и идем в лес собирать. Здесь уже начинается горная местность, и, соответственно, появляются леса. Почему приходится ехать настолько далеко от нашего дома? Потому что это ближайшее место, где есть лес и где растет кизил. Потому что он растет не везде. И вот все эти деревья, которые вы сейчас видите, это и есть кизил. С кизилом мы познакомились впервые, как раз-таки в прошлом году. Впервые его попробовали. И нам понравилась. Это очень интересная такая ягодка, кисло-сладенькая. Ни на что не похожая по вкусу. Поэтому теперь мы каждый год будем собирать кизил. Вот он, кизил. Вообще его можно собирать недоспевшим, потому что он дозреет. Вот он, кизил. Вообще он должен быть таким бордовым-бордовым. Тогда это значит, что он уже созрел. Вот он, кизил. Они не поспевшие еще, но висят. В основном они все-таки высоко на деревьях. И мы же в прошлом году трясли, помнишь? Да. Расстилали коврик и потом с земли собирали. Вот они все наверху. Нужно наклонять ветки. Расстилали коврик и потом с отсреком. Вот он, когда кистос. Остаре. Расстилали. Меншлаган. Типа. Остаре. Остаре. Вот так вот выглядит уже созревший кизил красно-бордового цвета. Субтитры добавил DimaTorzok Вообще обычно из кизила делают компоты. И компоты получаются очень интересного вкуса, кисло-сладенькие. А вот когда ты находишь уже вот такие веточки, которые с большими кизиленками усыпаны, прям радуешься. И вот так вот собирается кизил. С нами наши собачьи. Мишулечек. Ой, Мишулечка. Нравится им бегать по лесу. Вот уже пол ведра я насобирала. Минут за 15-20, наверное. Казалось бы, я вроде не чернику собираю, но руки у меня стали вообще все черные. Видимо на ягодах вот какая-то то ли пыль, то ли паутина. Это паутина скорее. Это знаете, может быть от этих гусениц, которых нашествие в этом году. И руки какие-то я не знаю. Как будто я работала слесарем. Но зато буквально за полчаса вот такое вот ведерочко хорошенькое. Кизил очень крупный, такой хороший. Так, душно. Дед, молодец, молодец. Проверяет все. Сколько чего собрали нужно? Так, ладно, пойдем собирать дальше. Казалось бы, ну что там собирать кизил? Входи по лесу, да, срываясь с деревьев, ягоды. Но на самом деле здесь так жарко, вот нету ветра и не хватает воздуха. Просто три пота уже с меня сошло. Еще мошки иногда, и знаете, ветки зацепляются вот за открытые части тела. И все сейчас чешется. Конечно, можно более закрытую одежду надевать, да. Но вообще можно спариться тогда. Так, ходишь, ходишь, высматриваешь, наверх смотришь, где они могут быть. Ну, тут такой, видите, бурелом. Лев очень непроходимый. Ну, да, на дороге. Здесь ветерок хотя бы небольшой есть. Матерь, Сережа, выходи. Да, собаки со мной. Ну что, сегодня вот столько вот мы насобирали кизила втроем. Ну, нормально, в принципе, ведерочка. А сколько это литров ведро? 10. 10 литров? Нормально. Бывал, попадался и крупный, был и мелкий. Вот, такого размера кизил. После леса просто жуткий зуд по всему телу. И какие-то появляются даже пятна красные на руках у меня, у папы, у папы даже сильнее. Вот. Я вообще в шоке. Ну, это аллергия на что-то. Просто вообще красно. Мне не так сильно, но оно вот щиплет все равно. Ну, еще пришли из леса. Такая жажда, потому что дышать там просто нечем. Деревья вот так близко-близко, и ветер просто не задувает туда. И ты ходишь и пытаешься как-то взглотнуть воздух. Где-то есть ветерок или нет. Нету нигде там ветра. Сейчас здесь вышли уже на полянку. Тут немножко хотя бы ветерок дует. А так тяжело, конечно, собирать кизил. Такую жару. Да, в такую жару. У собак тоже жажда. И они тоже водичку пили. Там это у тебя? Нет. Слух, слюнявая. Она воду попила. Вышли из леса, такое ощущение, что прям все такие чесоточные. Хочется все почесать. Нет такого какого-то отдыха радостного. Да, правда ведь? У меня сейчас что-то глаз зачесался. Какое-то это... Сейчас в лес тяжело ходить. Видимо, то, что все может... Не знаю почему. Ну, цветет. Август, это месяц аллергиков на Кубани. Все, что можно, цветет. И все, что можно, чешется из-за этого. Продолжение следует...